Приветствуем всех наших телезрителей! Самое время познакомиться с очень талантливой первоуралочкой, в руках которой оживают удивительные куклы. Отправляемся в гости к Евгении Мулахметовой. Подробности в следующем сюжете. Познакомьтесь, эту милую девчушку зовут Варя. Она, как и многие дети, любит кататься с горки, а еще есть вкусные бублики. Глядя на эту чудесную малышку, сразу возвращаешься в детство. Шуба, шапка из меха, теплый пуховый платок, а еще валенки. Выглядит это все забавно и трогательно. А еще, как нельзя лучше, передает атмосферу советского времени. Вот она такая вся замерзла, укутана. Наверное, многие узнали такой образ. Очень она мне нравится тем, что она такая вот настоящая, мне кажется, такая девчонка. В умелых руках Евгении Мулахметовой ватные малыши оживают на глазах. У каждого персонажа есть имя, свой собственный стиль и характер. Игрушки из ваты легкие и теплые, но при этом очень прочные. Образ будущей куколки приходит непосредственно во время работы. Чтобы создать такую игрушку, для начала потребуется проволочный каркас, который с помощью нитки нужно плотно обмотать ватой, а затем промазать получившуюся фигурку плейстером. Пока заготовка сушится, используя молд, специальную силиконовую форму, мастерим лицо. Далее создаем аксессуары и одежду для нашего малыша. У Дениски теплая, уютная шубка. Подгоняем ее по размеру, добавляем воротник, пояс, затем убираем лишний материал и готово. В принципе, это финальная такая стадия. Останется добавить немножко снега, слюды. Не знаю, что мы Дениски потом еще прикрепим. Может, у нас есть шоколадочка маленькая такая вот. Посмотрим. А может, пирожок. Что любит Дениска, мы узнаем потом. По профессии Евгения Мулахметова парикмахер. Однако творческая жилка все-таки взяла свое. Началось все с освоения техники сухого валяния. Затем Женя освоила шитье. Создавать изделия из ваты девушка начала совсем недавно. Когда я занимаюсь этими игрушками, я испытываю максимальный позитив, максимальное какое-то счастье. Особенно, когда ты понимаешь, что у тебя из какого-то проволочного каркаса ожидается целый человечек. В среднем на изготовление одной ватной игрушки уходит от трех до пяти дней. И каждая из них – маленький эксклюзивный шедевр. Ведь другой такой не найти. А еще у ватной игрушки есть волшебное свойство. Она сохраняет тепло рук мастера, который ее создал. Как мне говорит дочка, мама, ты как будто к этому всю жизнь шла. Все навыки, которые я наработала, они вот здесь в совокупности дают такой результат. Поэтому у меня с первого раза все получилось. Поэтому меня так затянуло, и я очень довольна. Продолжение следует...